Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и в ближайшие несколько минут я вам расскажу о симуляторе стукача под названием Beholder. Хотя симулятор это громко сказано и я боюсь вызвать у вас повышенные ожидания но лучше обо всем по порядку вообще лучше всего игру описывает один из комментариев которые я прочитал в интернете это смесь как достать соседа и papers please если кто забыл или не в курсе то игра как достать соседа такой простенький рисованный квест лет 10 назад был в котором вам надо было по многоквартирному дому ходить и делать всякие подставы своему соседу чтобы он злился до невозможности и чем более он злой тем больше вам очков давалось от этой игры в Beholder у нас как раз многоквартирный дом а от игры papers please атмосфера тоталитарного общества в котором вам отводится роль как раз стукача и подглядывающего кстати игра создана сибирской студии то есть разработчики наши люди но при этом название не переведено на русский язык видимо это сделано для того чтобы вызывать какие-то ассоциации с eye of beholder из героев меча и магии помните такой огромный глаз на ножках ну а так в принципе дословный перевод слова Beholder это очевидец зритель и как я сказал раньше самое точное определение это подглядывающий главный герой которым вы управляете управдом должен не только следить за состоянием квартир но и затем чтобы жильцы этого дома морально не разлагались и не нарушали директивы правительства для этого у вас есть камеры наблюдения замочные скважины возможность шариться по вещам постояльцев и телефон с которого вам постоянно поступают задания из министерства ну в общем описание звучит интересно заманчиво однако если вы решили что вы будете только тем и заниматься как тайно следить за жильцами собирать о них информацию сдавать их в полицию или наоборот шантажировать то к сожалению или может быть к счастью нет игра Beholder нанизана на такой серьезный колл сюжета и в принципе вам никто не даст вправо влево много шагов сделать я все-таки считаю это минусом во-первых это минус для того чтобы переигрывать в Beholder тут ничего нового сыграв второй третий раз вы не увидите да мне могут некоторые люди возразить мол есть разветвление то есть вы некоторые квесты можете по-разному выполнять но другой вопрос надо ли зачем совершенно по-другому выполнять квест если результат в принципе будет тот же самый и в итоге игра превращается скорее симулятор накопи больше денег при этом нас ну как-то заставляют этим заниматься из-за того что постоянно от нас требуются огромные суммы на всякую фигню ну типа я просто не хочу спойлерить рассказывать конкретно на что они требуются и может быть для сюжета это и неплохо но нам не дают заняться вот этим нашим любимым стукачеством поясню что я думал мол буду сидеть вот там устанавливать камеры видеонаблюдения постепенно копить деньги ну то есть таким менеджментом менеджер тайкун стукач тайкун или beholder тайкун про спустя будет симулятор создание стукача который там будет продвигаться по какой-то служебной лестнице будет много разных жильцов со своими какими-то характерами прибабахами ну жильцы есть конечно они все четко прописаны все их характеры никаких случайных персонажей в игре не будет и на самом деле это скорее больше на квест похоже чем на какую-то стратегию что ли здесь есть в начале выбор сложности но я играл на самом сложном типа на самом сложном на самом деле я не думаю что какие-то будут проблемы с тем чтобы игру пройти и сложности различаются только количеством денег которые вы будете получать за выполнение заданий и чтобы хоть как-то нам сделать сложнее разработчики просто иногда нас внезапно убивают вам приходится немножко заново все проходить ну конечно не совсем заново но с определенного чекпоинта и убивают действительно очень внезапно то есть вы что-то не так делаете по квесту там какой-то персонаж начинает на вас сердится и убивает что по моему нелогично совершенно то есть на самом деле как только мы собираемся импровизировать в игре нам бьют по рукам и говорят стопы мы тут уже сами придумали что вам надо делать что будьте добры догадайтесь и вся сложность игры заключается только в том чтобы угадать какую последовательность действий заложили разработчики в каждой из квестов да вы можете пройти игру с лучшей концовкой можете с плохой концовкой со средней но вопрос концовки опять только в том чтобы сообразить чего от нас хотят мы как такие обезьянки которых тренируют на условный рефлекс куда ходить и что делать и это жалко потому что на самом деле у бихолдера довольно большой потенциал у этой игры если бы разработчики немножко по-другому подошли к игровому процессу то есть не делали вот таким заскриптованным на прямых рельсах а с возможностью всяких случайных событий разных жильцов рандомных было бы по моему намного интереснее играть убрать эту историю семьи убрать эти метания между правительством и повстанцами да там внимание спойлер будут еще и революционеры которые на свою сторону должны вас перетянуть причем самое интересное в этих революционеров не так никак сдать не можете они вас постоянно будут донимать вот я бер хочу играть за такого тоталитарного управдома реально который просто всех сдает нет не получится вот если бы убрали эту ненужную сюжетную метусню а сделали действительно менеджер стукача которым я и думал когда покупал эту игру и запускал то по моему намного интереснее было найти все равно как city skylines был бы какой-нибудь сюжет этот сюжет заставлял бы вас что-то строить какие-то определенные районы да там есть сценарий я не спорю но это для тех кто хочет по желанию пользуйтесь 2gis для выбора товаров и услуг аптеки магазины маршруты и другая детальная информация о городе подробнее на сайте 2gis.ru 2gis если быть точным из игры papers please тоже взята не самое лучшее напомню papers please ну то бишь ваши бумаги пожалуйста такая тоже игра про авторитарное общество где на границе сидит пограничник и проверяет документы вы там сверяете всякие показания сверяетесь с указивками правительства прочее прочее кстати в бихолдере есть отсылка к этой игре там появляется персонаж типа герои как раз papers please но это не спойлер просто видимо решили разработчики бихолдер отдать дань papers please но не только героем есть вот несколько игровых моментов похожих так когда вы должны донос написать на кого-то из жильцов вы обязаны указать улики имя фамилию род деятельности и собственно по какому указу было нарушение так вот это вот довольно быстро задалбывает потому что вам приходится постоянно искать номер указа еще зачем-то надо вводить какого числа этот указ был издан то есть такой симулятор бюрократизма внезапный и он действительно быстро надоедает прям даже не хочется доносы писать представляете тем не менее как видите я делаю обзор на эту игру и как минимум рекомендую обратить ваше внимание на нее почему ну во первых тут отличная атмосфера вот это вот тоталитарного общества действительно ощущаете от персонажей некоторую подавленность неуютность постоянную слежку и так далее и так далее то есть это и нарисовано и сделано по моему в тему этим приятно наблюдать во вторых игра совершенно не требовательна и стоит вот на данный момент 240 рублей то есть по моему за такие деньги игра полностью соответствует своей стоимости ну и в третьих все таки интересно пройти сюжет то есть проследить судьбу семьи управдома тем более что вы сами ее конструируете все это зависит от ваших решений в игре от ваших действий но все таки вот если говорить про подобного типа игры мне намного больше понравилось this is the police если помните тоже делал обзор на эту игру летом но если что в верхнем правом углу появляется ссылка на этот обзор то есть механика подобных игр что papers please что this is the police что beholder примерно одна и та же вы вряд ли тут можете проиграть тут главное показать вам сюжет но при этом еще идет идут определенные игровые действия которые на этот сюжет влияют тем не менее несколько часов я думаю вы с удовольствием в бихолдере проведете но не больше и вряд ли вам захочется в нее переигрывать еще может быть даже неплохой вариант просто какой-нибудь летсплей по бихолдеру посмотреть от начала до конца и вам будет достаточно ну а на этом все пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры я лёша халецкий тот кто сделал это видео и раз вы досмотрели до конца то у меня к вам просьба поставьте лайк вам это ничего не стоит а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео ну и если вы хотите поделиться этим видео то я совершенно не против а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям спасибо что доставили конца удачи и играйте в умные игры